Всем привет! Это Миша. Наступил 2024 год, а это значит, что сейчас самое время, чтобы посмотреть на то, что интересного произошло на рынке гражданского оружия в США в минувшем 2023 году. Ну и поскольку мы говорим об американском рынке оружия, что может быть самое американское? Правильно, пистолет 1911. И их, естественно, выходит огромное множество каждый год. Про все, как говорится, нет смысла рассказывать, изменения там минимальны. Но про один расскажу. Вот этот вот пистолет от фирмы Springfield. Называется 1911 DS Prodigy. Это пусть и не уникальный, но все-таки довольно редкий экземпляр, в который смогли запихнуть магазин на 17 патронов. Даже есть на 20 вариант. Как этого добились? Ну, за счет того, что немножко расширена рукоятка, и за счет того, что, естественно, пожертвовали 45-м калибром, этот пистолет стреляет патронами 9 мм Люгер. В чем главное достоинство этого пистолета? Он относительно недорогой. Как правило, вот эти вот современные вариации 1911 с большими магазинами, они стоят, ну, прям там, за 2000, да? Этот стоит около полутора. И, в принципе, это, ну, я думаю, для многих, кто, скажем так, колеблется, может стать фактором. Потому что пистолеты такие, как правило, очень неплохие. Я стрелял из аналога сделанного фирмы STI. По-моему, она вот одна из первых, кто вообще вот этот концепт реализовал. И это было круто, скажем так. До этого пистолета тоже, надеюсь, руки дойдут. Но, по крайней мере, по-моему, это очень, скажем так, неплохая новость, что вот очередной такой пистолет появился на рынке. Следующая новинка тоже от фирмы Springfield. Ну, вернее, как от фирмы Springfield. Если 1911 они сами делают, то вот этот пистолет, он хорватский и просто в Америке продается под брендом Springfield Armory. Значит, ну, соответственно, здесь он называется Springfield Echelon. Современный полимерный пистолет. Значит, опять же, все вот эти современные концепты, такие как firing control unit. То есть, грубо говоря, вот вся начинка, да, ее легко переставлять из одной рамы в другую. Значит, естественно, совместимость с оптикой, всякой, коллиматорами и прочим, что, опять же, сейчас крайне популярно. В общем, короче говоря, по всем стандартам современный полимерный пистолет. На практике я с него стрелял, очень был приятно удивлен. В общем, появление на рынке Springfield Echelon это позитивное событие. И раз уж мы сказали про хорватский пистолет, давайте скажем теперь про бельгийскую фирму FN. Они выпустили пистолет FN Reflex. Это маленький такой пистолетик. И это продолжение вот этого тренда с компактными, даже субкомпактными пистолетами, у которых магазин, как бы, сделан такие в полтора ряда. И, соответственно, там где-то там, ну, 10-12 патронов хотя бы вмещается, хотя при этом пистолет очень маленький. Как бы я не видел Reflex в продаже. Не думаю, что он имеет какие-то большие рыночные перспективы. Но, опять же, есть сильные конкуренты, которые уже несколько лет на рынке. Это, в первую очередь, Sig Sauer P365. Опять же, Springfield Hellcat. И еще несколько моделей. Но, так или иначе, ну, вот и FN старается не отставать. Также FN сделала вариации своего пистолета FN 509 под патрон 45 ACP и под патрон 10 мм авто. Соответственно, модификации называются FN 510 и FN 545. Ну, опять же, полимерные пистолеты. Ну, если тренд на создание пистолетов под калибр 10 мм авто, он, в общем-то, прослеживается, то то, что в FN не забыли старый добрый 45-й калибр, меня лично радует, потому что я этот калибр люблю. Следующая новинка опосредованно связана с фирмой FN. Значит, в свое время FN выпустили калибр 5.7 на 28 FN. Вот. И они долгое время были монополистами в плане производства оружия под этот калибр. Но некоторое время назад появились на рынке пистолеты фирмы Ruger. Соответственно, Ruger 57. И вот сейчас Ruger выпустил карабин, который, ну, фактически, вот этот вот пистолет просто как бы с длинным стволом, с прикладом. Вот. Ну, магазины даже, например, они вот взаимозаменяемые. Да, рукоятка такая же. Для тех, а их, как я понимаю, таких людей, и я один из них довольно много, кто купили вот этот пистолет Ruger 57, я думаю, это хороший вариант. Я, честно говоря, так на этот карабин поглядываю. Не уверен, что я его куплю, но, по крайней мере, как-то мысли такие есть. А вот, что касается пистолетов под этот калибр, то тут сразу две новинки появилось. Первая от компании Palmetto State Armory. Соответственно, 5.7 ROG пистолет. Ну, ничего про него сказать не могу. Значит, он единственное, что он дешевый. То есть, вот пистолет от FN, такой был FN 5.7, да, он был очень дорогим и, в общем, до сих пор остается дорогим. То есть, опять же, там, полторы тысячи, но сейчас, может быть, чуть-чуть подешевле. Вот. Потом, когда появился Ruger, он стоил там 700-750 долларов. Вот этот вот пистолет от Palmetto State Armory, он еще дешевле. Там что-то чуть ли не там 500 с чем-то долларов. Ну, и вторая фирма, которая выпустила пистолет под этот калибр, это Smith & Wesson. И их пистолет стоит примерно столько же, как и пистолет от Ruger. Ну, опять же, не стрелял, но, как бы, подозреваю, что более или менее неплохой пистолет. Хотя разные отзывы слышал. Кто-то говорит, что очень такой на ощупь дешевый. Ну, не знаю, честно, своего мнения не имею по этому вопросу. Другой пистолет, который, ну, фактически является соплатформенным и тоже предоставлен компанией Smith & Wesson, является, значит, M&P 22. И, ну, фактически это тот же пистолет, который у них под калибр 5.728, только он сделан под калибр 22 Winchester Magnum Rifle. Если посмотреть на технические характеристики этого пистолета, то можно узнать, что в магазин влезает до 30 патронов. И, ну, мысль, как бы, сразу, ух ты, как здорово. Но, значит, ну, во-первых, это не то, чтобы, опять же, сильно большая новинка. У фирмы Keltek похожий пистолет уже довольно давно был. Да, к нему прилагалось качество фирмы Keltek, поэтому, как бы, ну, всерьез его, я думаю, никто сильно не рассматривал. Но дальше такой вопрос, а можно ли вот этот пистолет рассматривать всерьез? Ну, опять же, как пистолет для развлечения или, может быть, какой-то тренировки, ну, да, наверное, почему нет? Но, с другой стороны, он стоит, ну, по крайней мере, по заводской цене, да, там, больше 600 долларов. В общем, за эти деньги можно купить очень неплохой полимерный пистолет под, что называется, обычный какой-то калибр, тот же 9 миллиметров. Да, в магазин влезает много патронов, но, опять же, эти патроны, ну, менее мощные, чем даже, вот, 5.7 на 28. Пулька очень маленькая, и, да, она при попадании в цель, как говорится, может пройти довольно далеко, но при этом пули ряда производителей не факт, что, например, раскроются, если они экспансивные. Потому что, все-таки, это, скорее, калибр для винтовок, соответственно, более длинный ствол, больше мощность, больше скорость, соответственно, больше шанс, что экспансивная пуля раскроется. Также, 22 Winchester Magnum Rifle, это калибр с кольцевым воспламенением. Это считается менее надежно, чем обычные патроны, у которых капсюль по центру. Значит, более того, да, понятно, сейчас как-то качество этих патронов повысилось, но все же. Также не добавляет надежности этому пистолету тот факт, что вот эти патроны, они тонкие, но при этом очень длинные. Соответственно, при попытке зарядить этот патрон, да, там, при не очень хорошем контроле от дачи, может случиться, ну, какая-нибудь проблема, насколько я понимаю, она и случается у некоторых людей. Поэтому, в принципе, как игрушка может быть, но игрушка получается не дешевая. С точки зрения, как бы, практического применения, по-моему, пистолет довольно бесполезный. Но, опять же, да, как бы, если его кто-то купит для того, чтобы тренироваться, ну, по-моему, это неплохо. Еще одна новинка от Смит и Вессен, это складывающийся карабин. И подобно тому карабину от фирмы Рюгер, про который я рассказывал, да, вот что он, ну, как бы, сделан на основе пистолета, то этот, соответственно, тоже сделан на основе пистолета, основного пистолета, наверное, от Смит и Вессен, да, МНП 9 мм. Соответственно, здесь то же самое, те же магазины, все то же самое, та же рукоятка, все должно быть прилично. Но при этом главная фишка этого карабина в том, что он складывается пополам. С одной стороны, то, что он складывается на бок, может показаться довольно странным. Ну, как-то, не знаю, несимметрично, что ли, да. Если посмотреть на похожий карабин от фирмы, опять же, Келтек, да, которая делает всякие интересные дизайны, но добавляет туда свое превосходное качество. Вот у них он складывался, как бы, вверх. Но здесь есть один нюанс. Если карабин у вас складывается вверх, то это значит, что если вы установили на него оптику, то она будет мешать его сложить. В случае же Смит и Вессена такого, он складывается в бок, и оптика никак не мешает его сложить. В общем, идея интересная. У меня пока не дошли руки из него пострелять, но я это сделаю, и когда сделаю, ну, в том или ином виде, на своем канале про это расскажу. Кстати, вот эта тема со складывающимися карабинами, она, как бы, живет. И еще один, значит, ну, правда, абсолютно не прогремевший релиз, это Trailblazer Pivot. Вот, значит, он складывается вообще как-то хитро, но, опять же, да, это, по-моему, такая экзотика-экзотика, поэтому, как говорится, сильно о нем заострять внимание не будем. А вот другой карабин, при этом абсолютно такой традиционно выглядящий, он как-то вызвал, ну, не то чтобы прям ажиотаж, но, не знаю, все про него, что-то, рассказали, да, он не прошел незамеченным. Это карабин полуавтоматический, 9-миллиметровый, от компании Генри. Значит, компания эта, ну, как бы, названа в честь вот тех старых винтовок со скобой, да, называлась это скоба-скоба Генри, и вот, как бы, в честь вот этого механизма названа эта фирма, и они, как можно догадаться из названия, в основном делают винтовки, собственно, со скобой. Это полуавтоматический карабин, который нетипичен для этой компании, но при этом выглядит он вот в таком стиле, что называется, олдскульном. Есть к нему некоторые вопросы, насколько я понимаю. С другой стороны, они прикольно сделали, что к нему, в принципе, можно поставить разные адаптеры и использовать магазины, ну, например, от Глоков, от Сигов, от Смитвеса на МНП и так далее. Вот. В общем, ну, с точки зрения, как говорится, движения прогресса вперед, ничего нового, в общем-то, достаточно такая проверенная временем конструкция, но для фирмы Генри это, в общем-то, ну, такая новинка. Другая новинка от фирмы Генри и для фирмы Генри это револьвер. Они сделали свой револьвер. Он, опять же, по стилю, по дизайну отсылает нас вот ко всем тем ружьям, которые они делают. При этом это все-таки, ну, по механике современный револьвер, да, то есть он, что называется, может стрелять самовзводом. Его не надо, как в старых ковбойских фильмах, взводить рукой, чтобы выстрелить. Вот. Ну, в общем, насколько я слышал, нормальный револьвер. Ничего сверхъестественного, с одной стороны. Довольно высокий ценник, с другой стороны. Ну, в общем, опять же, для любителей, скорее, как бы, для тех, кому важна атмосфера, да. С практической точки зрения, ну, наверное, есть более интересные варианты на этом рынке. Фирма Беретта отметилась несколькими новинками. С одной стороны, реинкарнация пистолета Беретта Чита. Да, соответственно, Гепард. Это пистолет под калибр 380 ACP, он же 9 на 17. В принципе, ну, пистолет довольно большой. Пистолет металлический. Пистолет очень красивый, на мой взгляд. Вот. Минусы, насколько я понимаю, тоже есть в плане эргономики. Опять же, то, что он тяжеловат. В общем, неплохо, чтобы пистолет появился на рынке. Ну, в общем, такое можно про любой пистолет сказать. Но, с другой стороны, как сказать, современным тенденциям он не очень отвечает. Те, кто хотят стильный пистолет в таком калибре, идут и покупают Вальтер ППКС. Но, как бы, хорошо. Здесь сделали и ладно. Другой пистолет от Беретты, мне кажется, чуть-чуть более интересным. Именно, как просто уже констатация факта. Это вариация на тему Беретты 92. Вариация XI. И, соответственно, в чем идея? В том, что они отказались от своего вот этого стандартного механизма с предохранителем на затворной раме и перенесли его вниз. Соответственно, да, правда, пистолет, он становится single action only. То есть, он должен быть взведен. И, ну, соответственно, если вы его носите с патроном в патроннике, то вы, как бы, заряжаете патрон, пистолет взведен, вы стоите на предохранителе и носите. Ну, как те же 19-11-е. Ну, тот факт, что Беретта, в общем, признала, что вот этот вот вариант предохранителя флажкового, который на затворной раме, что он, в общем-то, не очень удобный. Ну, это радует, потому что, по-моему, он таки не очень удобный. Сразу несколько релизов было у фирмы Glock. И я, конечно, боюсь сейчас, может быть, огорчить тем, что я скажу фанатов этой фирмы. Но, по-моему, они как-то каким-то генератором случайных чисел определяют, что они сделают дальше. Соответственно, у них вышло два пистолета, Glock 47 и Glock 49. Значит, Glock 47. По всем параметрам практически идентичен пистолету Glock 17. Ну, самому их нему, первому традиционному пистолету. Вот, по размеру по всему. Но, вот, видите, у него там, как бы, спереди чуть-чуть, как бы, такой, типа, вырез на раме внизу. А это для того, чтобы, если надо, можно было на него переставить затворную раму и ствол от Glock 19. Как бы, зачем это кому-то надо? Вопрос. Но, это было требование какого-то, там, полицейского управления, которое хотело у них, значит, сделать заказ. Честно говоря, у меня какое-то ощущение, что люди, которые просто писали тендер, они такие, так, что бы нам такое написать, чтобы выиграл Glock, да, что никто другой делать не будет. Типа, о, напишем вот это. Ни в коем случае не говорю, что так и было, а то мне сейчас скажут, что я тут клевищу. Нет, просто какое-то такое ощущение от такого требования возникает. Вот, другой пистолет Glock 49. И, вот, вы знаете, мне как-то даже жалко людей, которые, ну, понятно, за деньги, да, как бы, спонсируемые, там, Glock'ом или кем-то, рассказывают о том, какой-то классный пистолет. Потому что каждый раз Glock что-нибудь делает, такие, вот, вот этого мы все ждали. Такой Glock, это, как раз, наверное, лучший Glock, да, вот, на любой пистолет. При этом, опять же, отличия минимальные. Значит, что в этом пистолете отличается от того, что было? Вот у него верх от, там, 17-го, ну, или, наверное, даже уже вот от этого 47-го Glock'а. А низ у него, вы знаете, низ у него от 19-го Glock'а. Соответственно, рукоятка у него короче. То есть, магазин на 15 патронов, рукоятка поменьше, а ствол все равно длинный. В общем, как бы, там, релизы нескольких прошлых лет Glock'а, ну, были, например, что рукоятка у него как от 17-го, а зато, значит, ствол от 19-го. Там, это было Glock 45 называлось. В общем, короче говоря, Glock продолжает делать всевозможные модификации своих пистолетов. И если бы это была не фирма Glock, я вообще бы про них не рассказывал, вот честно скажу. Но просто, понятно, Glock как-то, наверное, всем интересен. Ну, и давайте так, напоследок про что-нибудь действительно приятное. Значит, фирма CZ, или, как меня очень любят поправлять, Чезет. Вообще, CZ это на английском. Вот если я читаю это название на английском, то, как эта фирма называется в Америке, где я проживаю, и где она продает пистолеты, вот она называется CZ. Ну, окей, хорошо, CZ или Чезет. Так вот, они сделали модель Shadow 2 Compact. И вообще, Shadow это, ну, как бы, их не спортивные пистолеты. То есть, да, 9-миллиметровые, или даже 40 Smith & Wesson. Вот, но они именно заточены под спорт. У них очень крутой спуск, в общем, там, алюминий, они, как бы, относительно легкие, при этом с отдачей, и все хорошо. В общем, очень классные пистолеты. Я стрелял в CZ Shadow, это потрясающе. Но, вот они сделали, как бы, компактную версию этого пистолета. И это такой намек на то, что если вы, в принципе, хотите его носить, может быть, вы можете это делать. Ну, потому что все-таки полноразмерный пистолет носить сложновато. Здесь же, если вы допускаете, что вам нужно будет сделать очень точный выстрел, там, для самообороны, то вот, пожалуйста, вполне себе вариант. Но, опять же, пистолет не дешевый, что-то в районе полутора тысяч он стоит, там, в рознице. Ну что, на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока!